Ложись со мной рядом. Ложись. Давай поговорим с тобой. Давай. Ложись. Я тебе сейчас укрою пледом. Мягким пледом. Ложись. Давай. Я тебе сейчас тоже укрою. Комфортно, когда на тебе есть что-то мягкое, нежное. Загревающее и приятное. Вот так. Подтыкну немного. Вот так. Ага. Скажи, что стало уютнее. Стало уютнее и приятнее. Да. Это была очень сложная неделя. Испытание на прочность нервов. На прочность эмоций. На прочность чувств. Да. Да. Ничего. Все проходит. Время все стерпит. Время все 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 стерпит. Да. все было непросто. Но ничего. Все преодолели. Да. На этой неделе я... Вернее не на этой неделе. А неделей ранее я попала со своей маленькой дочкой в больницу. Но... было... конечно много переживаний. много страданий. Доченька подхватила инфекцию. Кишечную инфекцию. И мы попали в инфекционное отделение. Сказать, что это было просто... Да ничего не сказать. благо то, что мы, на мой взгляд, достаточно быстро и стойко и легко, если это можно так сказать, вынесли эту тяготу и разделались с ней, когда болеешь сам. Когда не так поясно. Не так это воспринимается. Но когда заболевает твой ребенок. Твоя кровина. То понимаешь, насколько мир может остановиться. Насколько реальность становится серой, когда ребенок болеет. У меня было именно так. В больницу мы поступили. У ребенка началась диарея. Началось... началось обезвоживание организма. В театре. В театре. В театре. В театре. В театре. Как уже проанализировав позже. Назначила нам абсолютно не то лечение. Недолжное лечение. которое нужно было бы назначить при данных симптомах болезни. В больнице. То, как нас лечили. И то, что нам прописал педиатр. Чем мы лечили ребенка. Мы усугубили текущее состояние. И это привело к госпитализации. В стационар. Если бы нам было выписано правильное лечение, я уверена, ничего бы этого не было. Послушай, ты извини. Я так напористо. Сейчас стала с тобой беседовать по душам. И сливать тебе свои насущные проблемы. Наверняка тебе это не нужно. Но... Ты наверняка немного переживал. Немного волновался. И задумывался, что там с ней. Поэтому я привожу такой развернутый комментарий. Текущего положения дела. Я тебя поглаживаю. Легонно. Тебе уютно? Тебе комфортно? Как хочется вместе с тобой прикрыть глаза. Прикрыть глаза. Да. И сладко. Наслаждаться. Наслаждаться этим домным моментом. Приятным моментом. Да. Что было в больнице? Мне не то, чтобы что-либо понравилось или не понравилось. Просто ситуация была абсурдная. А во-вторых, больница есть больница. А в данном случае... В данном случае... Корпус, куда мы попали... Он новый. Отстроен это... Сразу видно недавно. Все чистое. Все новое. Все новое. Мебель новая. Палаты новые. Конечно, есть свои нюансы. Но эти нюансы для инфекционного отделения не простительны. Никак не простительны. Никак не простительны. И хотя бы какая-нибудь минимальная дезинфекция. Это уже заставляет задумываться. И делать выводы. Медицинский персонал. А именно... Эти... Презловутые санитары. Которые занимаются уборкой. Ровно настолько... Щепетильно и тщательно... Относится к своей работе. Относится к своей работе. Насколько им за это платят. Я уверена... Что... Размер зарплаты... Заизмерим... С... Желанием... И... Выполнением своих... Должностных требований... Должностных обязанностей... Нельзя... Элементарно... Нельзя... Но извините... Если... Мы въехали в палату... Мы заселились в эту палату... Я даже не знаю как правильно назвать... Я ни разу не лежала с ребенком в больнице... Я ни разу не лежала с ребенком в больнице... На металлических... Решетках... Боковых... Были... Прилипшие... Продукты... Жизнедеятельности... Носовой... Волости... О чем это говорит? О том... Что никто... Ничего... Не моет... Не перемывает... Знаешь как это было неприятно? Это было очень неприятно... Уровень... Пофигизма... Просто... Зашкаливает... И так совсем... Питание... Я хочу сказать... Достойное... Разнообразное... Что для мамы... Что для ребенка... Для мамы... До 4 лет... Также есть... И питание... И постельное белье... А после 4 лет... Уже считается... Что ребенок может самостоятельно... Без мамы... На лечении... Ты представляешь... Ребенок 4 лет... Что он там сможет сам... Ему принесут... Эти 3 таблетки... Что... Ребенок... 4 лет... Сможет... Самостоятельно... Сделать... Выпить... Или что-либо... Себя как-то... Обслужить... Для меня... Это... Тоже большой вопрос... Послушай... Мне так неудобно перед тобой... Я начала это все рассказывать... Это так активно... Давай переключимся на тебя... Давай переключимся на тебя... Я хочу тебя немного успокоить... Мои последние дни... Последняя неделя... Увыдалась непростой... Причем... Прибывание наше с ребенком... В больнице... Совпало... С моментом выхода... Моего... На новую работу... Представляешь? Вот... Как это можно назвать? У меня такое уже было... Однажды... Предстояло идти в детский садик... То есть... Ребенок... Первый раз идет... Не зная куда... Не понимает... Чего от него хотят... Чего требуют... И... Он остается без мамы... Понимаешь? Понимаешь? А мама в это время... Лежит... Лежит... С больной спиной... С больной ногой... А далее попадает... На операцию... Вот что самое обидное... А теперь... Как я сейчас с горечи смеюсь... Моя дочь решила мне замстить... Мне выходить на работу... Вот только я вышла... Буквально... Два дня отработала... На новую... Причем работу для меня... И она попадает... Именно... С кишечным заболеванием... В больницу... Но что поделаешь... В принципе... Деваться некуда... Деваться мне некуда... Никто кроме мамы... Не сможет... До 3 лет... Быть задействованным... С ребенком... В больнице... Но сейчас... Побери... Это тоже не закончено... Мы ждем повторный анализ... Это все не так быстро... Ни за 1... Ни за 2... Ни за 3 дня... Поэтому сейчас... Подключены все... В процессе воспитания... Моей дочке... Которая находится дома... И папа... И бабушка... И все... Подключены все... К процессу воспитания... Моей дочке... Все... Родственники... Родственники... Это вот... К слову... Что это такое? Какое-то совпадение... Я, конечно же... Не вижу в этом... Каких-либо... Религиозных... Скрытых смыслов... Нет... Я в этом плане... Не суеверное... Я просто вижу в этом... Череду... Некоторых... Совпадений... Возможно... Да... Да невозможно... А точно... Для... Нашей семьи... Они не носят положительный характер... Но... Это норма... Положительная... Отрицательная... Отрицательная... Положительная... Для человеческой жизни... Это норма... Ничего... Самое главное... Что... Исход... Исход... Должен быть... Не будет... Положительным... Это... Самое... Главное... Давай... Я тебя... Немного... Расческой... Причешу... Давай... Давай... Расческой... Аккуратно... Тебя... Не обращай внимания... Я... Сейчас... Такая... Уставшая... Конечно... Новые обязанности... На работе... Они накладывают свой отпечаток... Я очень... Устаю... Из-за этого... Знаешь... Ну... Конечно... Не только из-за этого... У меня... Очень... Очень... Мало времени... Индивидуального времени... Посмотри... Я даже... Ноги... Не успела... Сделать... К съемке... Хотя... Я это планировала... Но я не успела... Пока что... Я еще не вошла в свой... Новый распорядок... Который у меня длится всего лишь неделю... Я пока что еще не могу рационально планировать свой... График... Даня... И... Немножко есть с этим трудности... Но ничего я справлюсь... Я быстро учусь... А быстро славлюсь... С текущей ситуацией... С положением дел... Все будет в порядке... И сегодня... Даша... Я запланировала... После нашего с тобой... Разговора... После нашей с тобой... Такой милой беседки... Я запланировала... Снять еще один ролик... У меня есть план... Есть сценарий... Но... Я чувствую, что я... Не смогу этого сделать... Мне надо отдохнуть... Ты знаешь... Я отношусь к тем людям... Для которых сон... Это... Большая... 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 Часть жизни... Ее нельзя... Нельзя никак выбрасывать... Да... Я знаю, что есть люди... Для которых... Нормой будет... Поспать пару часов... В сутки... И они будут прыгать... Бегать... Как заводные... Как... На... Батарейках... Но я к таким не отношусь... Для меня очень важно... Качественно выспаться... Только тогда... Я смогу... Быть... Бодрой... И... Продуктивной... Весь день... А так как... Я... Всю неделю... Дружусь... И... Познаю... Много... Новой информации... Я... Устаю... Всю неделю... Дружусь... И... Познаю... Много... Новой информации... Я... Конечно же... Устаю... Истощаюсь... И... Для меня... Важно... Выспаться... Ты уж... Прости... Что я сейчас такая... Да... Но я смотрю и ты сейчас такой... Ты тоже хочешь спать... У нас это обоюдное... Обоюдное желание... Ничего... Ничего... Ролик... Да... Сейчас я буду выпускать ролики... ASMR... Один раз в неделю... До того момента... Пока я не втянусь... В свой... Новый распорядок... А потом... Я думаю... Я вернусь снова... К такому режиму... Два... 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 Ролика... Неделю... Все будет в порядке... Не обращай внимания... Поспокойнее... Относись... Соседи с Дниса... Уехали... А собачку... Несчастную... Оставили одну... В квартире... И вот она... Периодически... Подвывает... Мы... Первое время... Думали... Что это... Какой-то ребенок... Плачет... А потом... Мне... Мерещилось... Среди ночи... Что это... Какой-то призрак... Где-то там... Встают звуки... А на самом деле... Казалось... Что это собака... Да... Она плачет... По своим хозяевам... Не обращай внимания... Просто... Да... Я сменила сферу деятельности... Я не вышла на ту работу... На которой я была... До декрета... Я вышла... На... Совсем... Новую работу... Что-то... Ничего... Не пойму... У меня все в порядке здесь... Посмотри... На губах все в порядке... Мне кажется... Эта штучка упала... Да... Так и есть... Я вышла на новую работу... Сферу образования... Диплом... У меня педагогический... Мне нужно только обновить... Знания... Пройти курсы... Повышение квалификации... Или... Как это правильно? Да... Курсы повышения квалификации... Я смогу преподавать... Поэтому... Все это в перспективе... Развитие... Я пока не буду ничем... Хвастаться... Никуда забегать вперед... Просто скажу... Я теперь... Работаю в сфере... Образование... Да... Да... Ольга Александровна... Вот так теперь меня увеличает... Совершенно верно... Все в порядке... Ничего... Все в порядке... А ты... Набирайся сил... Успокаивайся перед трудовой неделей... Не давай с тобой отдыхать... Ничего... Все будет хорошо... Вот я... Например... Сегодня приготовила две темы для съемки... Но не могу... Не могу... Не могу... У меня даже есть и третья тема... Которую я бы могла снять... Скажем так... Экспромтом... Она у меня зародилась сегодня вечером... Но... 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 Правда мне нет сил... Тоже не обижайся... У меня правда нет сил... В таком формате тогда... И пока останется... Одно видео в неделю... Я очень... Рада твоей поддержке... Столько добрых слов... Столько добрых комментариев... Я... Вижу... Читаю... И отвечаю каждому... На эти... Нежные... Добрые слова... У меня даже нет... Негативных комментариев... Я... Мне конечно же и не нужны... Я просто говорю, что люди... Люди с добротой... С теплотой... Относятся... С пониманием... Хорошие... Хорошие у меня зрители... Хорошие зрители... Хорошие зрители... Я ценю и уважаю каждого из них... Каждого... Каждого... Спасибо им конечно же... Спасибо вам огромное... Зрители мои любимые... Ну что? Ну что? Давай-ка... Наверное... Мы будем отдыхать... Я тебе уже и так... Достаточно информации предоставила... Тебе я сейчас перед трудовой неделей... Наоборот... Наоборот... Нужно... Нужно... Очистить голову... И самое главное... Самое главное... Пусть головушка отдохнет... Пусть... Пусть головушка отдохнет... Все будет хорошо у тебя... Все будет у тебя... Замечательно... Спокойной ночи тебе, дружок. Спокойной ночи. Спасибо, что поддерживаешь меня. Спасибо, что ты со мной. Я это очень ценю. Спасибо. Пока.